АРКТИКИ Порядка 20% предпринимателей, работающих в приарктических регионах, связывают свое процветание с Северным морским путем. Об этом сообщает Фонд общественного мнения, опираясь на данные социологического опроса, проведенного в августе 2015 года. По данным исследования, представители делового сообщества активно интересуются темой развития Арктики и видят в этом развитии свою коммерческую выгоду. В соцопросе, который Фонд провел совместно с Деловым миром Арктики и Госкомиссией по вопросам развития Арктики, приняли участие 814 респондентов из четырех территориальных кластеров приарктических регионах. Вся совокупность участников исследований делилась на индивидуальных предпринимателей, владельцев собственного бизнеса и наемных топ-менеджеров. Как показал соцопрос, наибольший интерес к арктической тематике проявляют предприниматели северо-западного региона, Архангельской и Мурманской области и регионов, в которых осуществляется Северный завоз, Якутия, Чукотка и Камчатка. Респонденты, проживающие на Дальнем Востоке, интересовались развитием Арктики реже. Согласно полученным данным, более половины участников опроса уверены, что в ближайшие годы Россия добьется больших успехов в деле развития Арктики. Пооплотить проезд и проживание десяти лучшим студентам, которые готовы выступить с докладом на Первом Арктическом студенческом форуме, который пройдет 24-29 января в норвежском Трёмсе. РГО и норвежская исследовательская компания «Акваплан Нева», которая является организатором форума, в рамках соглашения о сотрудничестве объявили конкурс среди студентов российских узов на участие в работе форума. Студенческий форум пройдет впервые в рамках международной конференции «Арктические рубежи-2016. Промышленность и окружающая среда». По результатам конкурса будут определены 10 победителей, которые получат целевой грант на участие в форуме в качестве докладчиков. Это позволит покрыть расходы на проезд, проживание, питание и оплату регистрационного взноса. Обязательными для участия в конкурсе являются следующие требования. Интерес к арктическим исследованиям, положительная успеваемость, свободное владение английским языком, предоставление тезисов доклада, наличие действующего загранпаспорта. Заявки принимаются до 16 октября. Победители будут объявлены 3 ноября. В фирменных магазинах крупнейшего рыбоперерабатывающего предприятия Малоненецкого автономного округа «Ямалпродукт» началась продажа деликатесов из грибов. В ассортименте представлены грузди соленые, грибы белые маринованные, грибы сухие, рыжики соленые, пельмени диетические из белых грибов, пельмени постные из соленых грибов, икра из грибов и другие лесные деликатесы. Основной ассортимент в магазинах «Ямалпродукт» – это продукция сеговых пород рыб. Юкола из мускуна, натуральные полуфабрикаты, соленая сушеная икра, тартары из мускуна, ряпушки, чира, сырка и пыжияна. Несколько месяцев назад в магазинах компании также открылась продажа протертых северных ягод, варенья, натурального мармелада и соли с сибирскими приправами. В Салихарде представители окружного технологического парка «Ямал» и Томского института химии и нефти Сибирского отделения РАН проведут эксперимент с использованием криогелеобразующего раствора. На территории города специалисты высадят саженцы морозоустойчивых растений. Помимо кедра и ели будут высажены теплолюбивые экзотические для северокустарники – шиковник, можжевельник и барбарис. Как сообщает пресс-служба губернатора «Ямала», перед высадкой саженцев сотрудники технопарка обработают почву криогелеобразующим раствором, который представляет собой водный раствор поливинилового спирта. При обработке им почвы корневая система растения получает дополнительную тепловую защиту и необходимые для развития азотосодержащие микроорганизмы. Специалисты отмечают, опытные исследования в городах Лабетнанга и Ноябрьск показали, что эту разработку можно использовать для озеленения карьеров, предотвращения деградации почвы на городских территориях и опустынивания тундры. Повышение средней температуры в Арктике на 2 градуса по Цельсию приведет к росту популяции полярных комаров более чем в полтора раза. Это может вызвать голод среди северных оленей. Ученые Дартмутского колледжа в США изучили возможные последствия глобального потепления и выявили связь между повышением температуры воздуха и увеличением популяции полярных комаров. По мнению полярного эколога профессора Пита Конвая, это может нанести весьма серьезный ущерб крупным млекопитающим. В Арктике большое число жалящих насекомых, поэтому они окажут влияние на своих жертв. Ученый заметил, что дикие северные олени убегают от надоедливых комаров в более изолированные районы. Однако там меньше не только комаров, но и корма, поэтому животные будут голодать. По мнению специалистов, увеличение популяции комаров негативно отразится не только на диких, но и на домашненных оленях. А поскольку оленина является значительной частью рациона жителей арктических регионов, можно предположить, что люди также пострадают. В то же время ученые отмечают, что полярные комары не являются разносчиками малярии и других опасных для человека заболеваний. В Ямало-Ненецком автономном округе стартовал проект «Высота 868», в рамках которого волонтеры проведут мероприятие по очистке от мусора горы Рай-Из полярного Урала. Проект «Высота 868» межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» стал победителем в конкурсе по присвоению грантов в сфере внутреннего и визного туризма ЯНАО. В номинации «Лучший проект по развитию внутреннего туризма» и «Лучший проект по социальному туризму». В Салихарт приехали волонтеры из Москвы, Екатеринбурга, Омска, Челябинска и Тюмени. Часть молодых людей прошла отбор в рамках реализации тематической смены «Урал-Арктический» на пятом форуме «Молодежи. Утро-2015». Остальные участники экологической экспедиции – те, кто уже проявил себя на острове Белый. Группа в количестве 12 человек начала восхождение на гору Раис 17 сентября. В течение трех-пяти дней волонтеры будут собирать мусор и приводить в порядок старую метеостанцию, расположенную на вершине горы. По словам специалистов, добраться до места уборки сложно. Вездеход не пройдет из-за больших валунов и крутого склона. Вертолет дорого и небезопасно ввиду сильных ветров. Ребятам придется нести на себе не только снаряжение, но и оборудование для проведения работ. Метеостанция построена в 40-х годах и представляет собой старое прогнившее сооружение с протекающей крышей. Рядом находятся останки двух обрушившихся зданий. Они будут разобраны, брус подготовлен ко второму этапу работ – завозу стройматериала, ремонту зданий метеостанции и вывозу мусора. Третьим завершающим этапом проекта высота 868 станет переоборудование метеостанции в горный приют для туристов. Волонтеры поставят в здании печь, перекроют крышу и обустроят спальные места. Одна из комнат станет музеем, в ней разместят историческую информацию о людях, работавших долгие годы на метеостанции в одиночестве и экстремальных условиях. Скелет слона древнего предка шерстистого мамонта, который обитал более 100 тысяч лет назад, в период среднего листоцена, был найден летом 2015 года в поселке Нижний Бестях, в 30 километрах от Якутска. Находку удалось извлечь целиком. В настоящее время это наиболее сохранившийся скелет трагонтереевого слона в России. По словам ведущего специалиста научно-организационного отдела Академии наук Якутии Анастасии Корякиной, скелет был найден местным жителям на берегу реки Суола. На место оперативно выехала группа ученых Академии наук Якутии, палеонтологов отдела изучения мамонтовой фауны. При осмотре находки ему удалось определить, что перед ними не шерстистый мамонт, останки которого довольно часто находят на территории Якутии, а его предок – более древний вид – трагонтереевый слон. Этот самец возрастом примерно 45 лет, не очень крупный по размеру. Высота скелета чуть более 3 метров. Он имеет очень большие бивни, их диаметр приблизительно 18 сантиметров. Каждый бивень весит по 75 килограммов. Старший научный сотрудник лаборатории млекопитающих палеонтологического института РАН в Москве Евгений Мащенко предполагает, что это очень древнее животное, которое погибло больше, чем 100 тысяч лет назад. В тот момент оно было частично заморожено. Впоследствии произошла оттайка, и мамонт был вторично захоронен в тех отложениях, в которых он находился сейчас. Ученые утверждают, что еще никому никогда не удавалось найти целую тушу трагонтереевого слона. В России сейчас демонстрируется всего 5 скелетов. Два скелета в Азовском музее, по одному скелету в Палеонтологическом институте РАН, Антемансийском музее природы и человека и Новосибирском музее археологии и этнографии. Субтитры создавал DimaTorzok